дорогие друзья мы в стамбуле на международной туристической выставки и сегодня в этом видео мы с вами посетим зал где стенды со всей турции представлены различные города турции поэтому приглашаем вас вместе с нами здесь очень много залов 9 залов туристическая в выставочном центре тюяп а выставка называется эмит вход стоит либо 20 лет если по интернету брать онлайн билетов он нашего путешествия по выставке сегодня мы конечно же начинаем со стенда алании посмотрите какие здесь стоят красивые цветы и мы сейчас находимся на стенде алании и отправимся путешествовать по различным стендам из разных турецких городов мы готовы и я думаю что вам это тоже будет очень-очень интересно сейчас мы находимся в холле двенадцатом где представлен разные разные города в общем давайте сейчас пройдемся по ним и посмотрим что у них есть особенно в турции есть такой суп который называется тархана и вот здесь на выставке из района ушак есть стенд и подают вот такой вот здесь где продают фундук и все из фундука такой вот полезную вкусную пасту можно приобрести различная паста из фундука ну и конечно же а вот здесь расположен большой станд города диарбакыра в котором мы были в прошлом году и ребята танцуют и играют традиционную музыку дарбакыра всегда очень популярен то что он такой красочный и всегда есть музыка традиционная еда диарбакыра и если вы хотите узнать больше о диарбакыре то описание к этому видео смотрите ссылки на то как мы путешествовали по диарбакуру немногие знают но в стамбуле также есть термальные отели в таком например районе как эссенюрт и в районе эссенюрт есть термальный отель термальные источники куда также можно приехать и подлечиться либо провести время в такой вот прекрасной атмосфере и конечно же посетить турецкую баню поплавать в термальном бассейне вот такой вот красивый стенд у района у мэрии эссенюрт а а здесь представлены традиционные сладости диарбакыра баклава мэро баклава мэро баклава баклава мармарис ветхе бодрум гиби тюркия'н пиньси зиме зелене влези и И Мармарис конечно же. Аyrıca каретte кареттал'ın yumurtлама yaptığı bölgelerden 1,2, Мармарис и фетий арасы. Ортача Татча. Гüzel Дениси Орла Спасибо Ихан бэй. И напротив стандо Муглы район Резе. Один из самых зеленых районов, где невероятное количество деревень. И конечно же в Резе производят чай. В Резе есть чайные плантации. И прямо вот здесь вот готовят чай из Резе. Я думаю, что вы многие знаете турецкий чай, вы его всегда покупаете. Поэтому чай, который вы покупаете в Алании и везете домой, либо пьете здесь в Турции, обычно сделан произведен и выращен в Резе. Ак-Шехир тоже один из красивейших городов Турции. В Ак-Шехире много традиционных турецких домов. Это небольшой город, но историческое наследие просто потрясающее. И в Ак-Шехире жил Настритин Ходжа. Я думаю, что вы знаете его рассказы о том, как он ездил на осле. Вот Настритин Ходжа как раз и является символом города Ак-Шехира. Я была в городе Ак-Шехире несколько лет назад и действительно это необычный интересный интересный город. А вот и сам Настритин Ходжа. Настритин Ходжа. Настритин Ходжа. И вообще в Турции. И именно Гейвэ. Для района Гейвэ традиционным является Айвэ. Из нее даже делают сладости. Различные варенья, джемы. Даже вот такие вот уксус из Айвэ. Я никогда не видела уксус из Айвэ. Посмотрите, уксус из Айвэ. Различные натуральные натуральный пекмес. Ну и конечно же варенье с ароматом Айвэ также делают и колонию. Кыр Шехир известен своими колбасами. Суджуком. Суджуком. И килограмм традиционного суджука можно купить всего за 45 лет. Спасибо. Спасибо. Вкусно. Что делать? Есть сухие фрукты, сухофрукты. Яблоки, слива, груша, ананасы. Кыр Шехир также знаменит грецкими орехами. И грецкие грецкими орехами. Вот такие вот красивые. И из грецкого ореха здесь также делают одеколон. Очень интересный, необычный запах одеколона. И в Кыр Шехире производят различные изделия из оникса. Из оникса можно приобрести. В других городах таких изделий также много. Вот традиционные слоники. 7 слонов. 7 слонов на удачу. У Кыр Шехира очень большой стенд. Очень красивый стенд у Аксарая. Омов Аксарай. О, смотрите какие штуки здесь вкусные раздают. Это традиционная 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 вот такая вот булочка для традиционная булочка. Аксарай. Аксарай тоже один из красивейших регионов Турции. И как вы видите в Аксарае можно кататься на велосипедах, летать на парапланах, ходить в походы. Здесь также есть горы, где вы можете ходить в походы и кататься на лыжах. Ну и конечно же изучать вот такую вот потрясающую природу Аксарай. Невероятно красивый зеленый регион для трекинга, для любителей природы. Это просто, просто райское место. В Аксарае потрясающий горы, а также есть вот такой вот подземный город и уникальное, уникальное соленое озеро. А здесь у нас, друзья, стенд Афьона. Чем знаменит Афьон? Конечно же самый вкусный лукум из Афьона и самый вкусный сучук из Афьона. И вот здесь мы можем видеть, как ребята делают лукум. Сначала вот так вот замешивают, а потом... Это лукум из сливок. Молочный лукум, традиционный для Афьона. лукум. И сначала замешивают массу, а потом делают начинку. Могут сделать шоколадную начинку, либо с различными орехами. Вот так вот выглядит лукум. Он уже порезан, нарезан. И внутри, внутрь лукума кладут сливки. Традиционный сливочный лукум. Я думаю, что немногие из вас ели, но обязательно напишите, кушали вы такой лукум или нет. А вот здесь, друзья, вишневая пастила. Пастила вишневая. Город Килис находится недалеко от Газиантепа. Мы там были в прошлом году. И вот такую вот традиционную обувь. Я, кстати, ее носила прошлым летом. Очень красивая обувь. Натуральная кожа. Очень удобная. В Алании она тоже продается. Есть для детей, для взрослых. Адиаман тоже очень красивый город. В Адиамане находится гора Немрут. Я думаю, что многие из вас видели. Вот одна из голов, которая находится на горе Немрут. И Адиаман знаменит своим кофе. Айхан, пробуй. Очень вкусно. Адиаман знаменит своим кофе. И вот женщина в традиционном таком костюме раздает всем кофе. А здесь у нас стенд города Кемалия. Продают традиционные товары. И вот такой вот красивый стенд у Кемалия. Одним из символов Кемалия является слон. Этот слон первый слон в Турции, который приехал из Индии. И сейчас в Кемалии находится первый в Турции музей на естественных навыках. Адана, район Адана, город Адана известен своим шалгамом. Делают шалгам из красной моркови. Это достаточно специфичный напиток. Напишите в комментариях, любите ли вы шалгам. Айхан, взельма? В районе Сарыкая есть Йозгат, который находится в Йозгате. Есть античный хамам. Античный римский хамам. Мы там еще не были, но было бы интересно посетить, посетить этот район. В районе Сарыка есть В районе Сарыка есть В районе Сарыка есть Недалеко от Каппадокии и Хатуша находится посередине вот этот вот античный римский хамам. В Юг Чек Мидже один из районов Стамбула. И вот такой вот красивый у них стенд выставочный. Можно даже зайти в каравансарай и почувствовать себя, как будто ты находишься в каком-то историческом здании. И один из самых больших и красивых стендов это, конечно же, стенд города Мардина, в котором мы также были в прошлом году. На канале есть много видео. Мардин просто уникальный город. Здесь продают серебряные изделия. Ну и, конечно же, Мардин знаменит своими миндалем с различной посыпкой. Например, есть вот такой вот синенький. Мардин. Оливки. Мардин просто невероятной красоты. Город, если вы еще не были, то обязательно, обязательно в Мардине нужно побывать. В описании к видео смотрите. Смотрите видео из Мардина. Город Ширнак. Тоже один из интереснейших городов Турции. Известен производством меда. Один из красивейших и интереснейших городов Турции, конечно же, город Ватман. Турции летают на ковре самолете. Один из красивейших городов Турции. Все наши города. традиционную ткань реновый по морям ахареновый из этой ткани делают и брюки и пиджаки ткань такая на ощупь немного колючая но натуральная прям натуральная натуральная похоже на шерсть и очень те делают также шар сир знаменитым своими изделиями из металла ну конечно же медом и фисташками традиционной архитектурой для города сирта является сирта является вот такая вот архитектура дома выполнены совершенно другом стиле очень интересная архитектура в городе 134 тысячи жителей очень зеленый и красивый город ну а здесь продаются традиционные традиционные продукты для одиамана есть мед сушеный и есть изюм ну различные различные товары здесь халфити находится стенд провинции халфити халфити находится недалеко от города сан-наурфа и в халфити мы были в халфити находится знаменитый затопленный город очень красиво очень там красиво можно прокатиться по реке на лодке в общем очень интересно и вот такая вот традиционная мебель которая непосредственно и производится в этом городе все вот это друзья это изделие ручной работы очень красивые вещи но в аланье в аланье вы не найдете их это нужно ехать в халфити и в другие районы турции город севас тоже один из красивейших городов турции и недалеко от города севас находится диври улуджами которая является сокровищем юнеско сейчас на реставрации но через три года улуджами откроют и вы сможете увидеть ее во всей красе севас также знаменит собаками кангал и лечебными рыбками галдару руфа горы руфа здесь вот эти вот рыбки как раз как раз и не так же все вас и есть санаторий для людей у которых проблемы с кожей и можно приехать в этот санаторий и вылечиться это частный сыр от санаторий но для всех для всех он открыт карри есть горнолыжный курорт представляете пока ре есть горнолыжный курорт о чем мы с их а нам не знали и вот такая вот традиционная одежда следы не сошел очень красивый горный район что дорогие друзья наше путешествие по выставке закончилась всем очень понравилось я надеюсь что вы еще раз увидели что турция это не необыкновенная страна с таким количеством сокровищ которые мы открыли для себя и на этой выставке поэтому изучайте смотрите приезжайте отдыхайте а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего пока пока bye-бай-бай-бай-бай-бай-бай